В сентябре 2020 года на нашей республике состоялось нападение со стороны террористов. Эта ситуация привела к подрыву стабильности в нашем регионе. Несмотря на применение силы, мы смогли отстоять основные принципы. Несмотря на многочисленные заявления участников Минского процесса и призывы сохранять международные принципы, несмотря на обращение к генеральному секретарю ООН ГТРШ, несмотря на пандемию, Азербайджан продолжал военными силами действовать против Армении, против женщин, детей, которые вынуждены были покинуть свои дома. Многие гражданские лица стали военнопленными, кто-то подвергался пыткам, кто-то остается в заключении, несмотря на призывы в гражданное сообщество освободить их. Некоторые из них в течение многих дней оставались в заключении. Азербайджан выступил против суверенитета Армении, не только Карабахи. И говоря о дружбе, сотрудничестве, открытии дорог, первое, что сделал Азербайджан, было блокирование дороги между Арменией и Нагорным Карабахом. Спустя несколько недель произошло также блокирование дорог между Арменией и Ираном. Тем самым были разорваны все линии связи, необходимые для выживания Армении. Цинизм. Азербайджан достиг высот, когда президент Алиев сказал, что вопрос Нагорного Карабаха был решен. Азербайджан не воспрепятствует приезду в Нагорный Карабах представителей ОБСЕ. Все эти действия остаются без наказания и нарушают международное право ведуток подрыва мира. И, наконец, заявление Баку относительно решения проблемы Нагорного Карабаха. Такая позиция является неверной. Мы должны отстаивать полное право народов на соблюдении ценностей и решения самостоятельно своих судьб. Спасибо, дамы и господа. Большое спасибо. Теперь вам слово, пожалуйста. Спасибо.